Блин, такое ощущение, а такой агитатор, вот чтобы все играли на укулеле. Привет, ребятня! Меня зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый... Разбор на укулеле! Чё-то посидела я на днях и подумала, почему бы мне не снять серию роликов для супер начинающих людей. Поэтому я сделала такой мини-курс, который состоит из четырёх видео. В первом видосе как раз сегодня я буду объяснять, почему же всё-таки стоит научиться играть на укулеле. Это видео подойдёт для детей, а также их родителей, которые думают, чем бы занять своего ребёнка. Поэтому сегодня я буду рассказывать, во-первых, зачем, почему и стоит ли вообще начинать играть на укулеле. Во втором видео я объясню вам, какую укулеле всё-таки выбрать, какие есть нюансы, где их всё-таки покупать. В третьем видео я объясню, как же правильно настроить укулеле и с какими трудностями вы можете столкнуться. И в последнем видео я объясню, с чего всё-таки начинать учиться, чему учиться, как учиться и что в принципе делать. Но чтобы не пропустить эти ролики, обязательно подпишитесь на мой канал. Тем более у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютюбе по укулеле комьюнити. Ну а также, кто посмотрит эту серию роликов, в последнем видосе четвёртом вас будет ждать балдёжный просто ништяк. Поэтому обязательно ещё раз напоминаю, не пропусти, подпишись, не ленись. Ну а сейчас я тебе объясню, для чего же тебе всё-таки нужна эта укулеле. Поэтому садись поудобнее и погнали смотреть. Разбор на укулеле. И первый пункт, от которого вы можете начать отталкиваться, то что этот инструмент до сих пор популярный. Пять лет назад он только-только зарождал вся вот эта популярность на русскоязычном ютюбе. Играла Лиска, с которой меня почему-то сравнили первое время. Потом Ларин, все-все-все, кому не лень, начали играть на этом инструменте. И он, скажем, в пятнадцатом году, в шестнадцатом был супер популярным. И уже прошло столько лет, он до сих пор на пике популярности. Поэтому это один из пунктов, почему тебе всё-таки надо начать играть на этом инструменте. Он до сих пор, блин, популярен и его все знают. Потому что гитара уже приелась всем. Все знают этот инструмент, тут уже прям такая классика. Особенно дворовая классика, свой привет. А укулеле хоть столько времени уже прошло. До сих пор остается популярным, свежим, новым инструментом. При этом его все знают, когда ты начинаешь играть, или ты держишь эту маленькую детскую гитарку. Все знают, о, я знаю этот инструмент. Он клёвый, он крутой, ты чё, умеешь на нём играть? Вот у всех почему-то до сих пор такая реакция. Поэтому ты можешь стать первопроходцем на своём районе и начать играть на этом инструменте. Также стоит учитывать тот пункт, что она суперкомпактная. Да, вы можете положить её в рюкзак и пойти по своим делам. Или пойти в поход и петь песенки у костра. Я помню свою первую укулеле, которая была с Сопрано, такая маленькая. У меня не было ещё тогда чехла, я просто клала в пакет и шла по делам. Поэтому этот инструмент суперкомпактный, удобный в носке, переноске. А если у вас ещё есть чехол, я надеюсь, у вас есть чехол. Почему он нужен, я буду также рассказывать в дальнейших видосах. Но в принципе, она очень мало занимает места в комнате. То есть вы поставили её, допустим, в уголок. У меня вот она стоит в уголке. И всё, всё нормально. Живёт, припевает, что кушать не просит. Чего ещё надо от неё? И мало того, что она компактная, так она ещё и лёгкая. У вас не будет уставать спина, когда вы будете её носить. Руки не будут уставать держать этот инструмент. Вы, наверное, видели таких людей, которые учатся в музыкальном, допустим, училище или консерватории, а с огромными такими чехолами ходят. У них, наверное, болит спина. А у вас болеть спина не будет, потому что у вас лёгкий инструмент. Также такой пункт, что она супердешёвая. Хороший инструмент для игры и для души можно купить за 4000 рублей. Ну, 4000 рублей для инструмента, это просто, это ничто. Вы не найдёте новую, допустим, гитару за 4000 рублей. Такого просто не может быть. А укулеле за 4000 рублей вы сможете купить. То есть это не фанера, это не пластик. Настоящее дерево за 4000 рублей, это просто балдёж. На самом деле, вот 4000, это такая абстрактная цифра, потому что вот флайт, сопрано, можно купить за 3790. Это по тем временам сейчас доллар немножко подрос. Ну как, множко подрос. Поэтому, может быть, они сейчас чуть-чуть дороже, но в принципе, флайт почти 4000 просто можно найти. Обалденный. Да, вы можете сказать, Дарья, я видела укулеле за 1500 рублей. Знаете что, дорогие мои? Покупать дешевле 3-4 тысячи рублей укулеле, это просто деньги на ветер. Вы можете таким же успехом купить дрова. Такие укулеле делаются из пластика или фанеры, которые не строят, не звучат. Звучат просто-просто на выброс звука в ваши уши. Такого делать не надо. Но прям подробно я буду рассказывать чуть позже в других видосах. Но что вам сейчас нужно узнать? Не покупать за 1500 рублей от 4 и чуть-чуть выше прям супер будет круто. Разбор на укулеле. Ну а также на этом инструменте можно очень легко научиться играть, потому что самые базовые аккорды зажимаются всего одним пальцем, представляете? То есть, допустим, если мы зажмем на четвертой струне второго лада струну, у нас уже аккорд. Бац, это ля минор. Если мы тем же одним пальцем зажмем первую струну на третьем ладу, у нас уже аккорд до минор. Представляете, у нас уже есть два аккорда. А если ему вообще ничего не зажмёт, это тоже какой-то аккорд, он нам может тоже пригодиться. Ну а также есть на... Ну тут уже посредняя сложность. Два зажатия пальца. Ну и супер хардкор. Это аккорд G. Допустим, три пальца мы тут зажали на каких-то струнах. Так вот. И получается, у вас есть четыре базовых аккорда. Одним пальцем, одним пальцем, два пальца, три пальца. И на вот этих четырёх аккордах строится очень много песен. Представляете? Это был супер мини-курс. В курсе, как за пять секунд научиться играть аккорды. Вот, поэтому на этих базовых аккордах можете выучить их за пять минут и играть песни до потери пульса. И также найдутся скептики, которые скажут «Ну и чё тут играть-то только аккордами? Ничего, больше нельзя сыграть». Я вам скажу, что на ней можно играть хоть что. Что-либо, что ты умеешь играть на гитаре. Допустим, ту же самую любимую песню. Гарри, твоя фото, Гарри, Всё, что ты мне дарил, Я не буду скучать. Также можешь сыграть перебором, Перебором. Что такое перебор? Есть ссылочка вот тут на видео, которое я объясняла там, что это такое. Да, перебором можешь сыграть. Также можешь сыграть свою любимую мелодию, песню «Хоть что». Действительно, на ней можно сыграть хоть что. Вот что-то твоей душе угодно. Разбор на укулеле. И следующий пункт может пригодиться тем людям, которые обожают петь, но все в окружении говорят, что тебе медведь на ухо наступил. Так вот, с этой малышкой ты научишься развивать свой слух. Что я сейчас имею в виду? Допустим, поете вы свою любимую песню. Ну, не знаю, там, Гарри, вот мимо нот что-то пошло. Но когда вы начнете играть одновременно и петь, ваши уши будут подстраиваться под вашу игру аккордов. Ну, я имею в виду сейчас аккордное сопровождение. И тем самым вы начнете слышать ноты. Развивайте свой слух. То есть вы будете петь намного чище. Вы будете петь намного приятнее. Потому что ваши уши, ваш голос подстраиваются под укулеле. А укулеле-то держится в строй, правильно? А это вы там плаваете. Такое, да? Когда вы начнете это все петь и играть, вы заметите, что вы начали петь намного приятнее. Все скажут, да, ты такой молодец! Из этого пункта вытекает следующее. Развитие вашей координации. Вы понимаете, в принципе, что такое координация. В чем она может проявляться? Когда вы играете одновременно, допустим, левую руку и правую. Представляете, да? То есть в правой руке свой рисунок. Влево тут свои какие-то действия. А это все вы еще совмещаете. То есть у вас мозг начинает работать в таком хард-режиме. А еще при этом вы начинаете петь. И это просто вынос мозга. И тем самым ваш мозг начинает работать, развиваться, ваша координация становится намного лучше. Вы заметите, когда вы только-только начали играть, и вы не могли связать рисунок боя в правый, аккорды в левый. И потом, когда еще вы начнете петь, спустя время вы увидите, как вы стали намного слаженно работать. Это то же самое, когда, допустим, человек правша начнет писать, учиться левой. И по итогу он научится писать левой и правой. То есть у него также координация работает. Поэтому еще один пункт, почему вам стоит научиться играть на укулеле. Также, что мне нравится в этом инструменте, я его называю лайф жизни, потому что ты можешь просто сесть и начать залипать. Я, например, многие такие вот мелодии так сочинила. Вот просто села, начала что-то там играть, что-то там перебираю, думаю о смысле жизни, для чего это надо. А если мы состоимся из молекулы, то первое курица или яйцо произошло. И ты сидишь, залипаешь и понимаешь, что что-то интересное, умное и клевое придумал, просто бренча вот на вот этой штуке. Вот все пункты, которые я успела вывести, поэтому обязательно, если вы до сих пор думали, что стоит вам оно или не надо, видите, сколько всего, каких плюшек и ништяков хранит в себе всего лишь этот маленький инструмент. Поэтому те родители, которые думали, чем бы занять свой ребенок, он ничего не нравится, и он туда не хочет ходить, рисовать он не хочет, плавать он не хочет, купите ему укулеля, посидите в своей комнате и добренчит. Ну, надеюсь, я вам провела достаточно аргументов, чтобы начать играть на этом инструменте, но если вы уже играете, то напишите, пожалуйста, в комментариях, почему вы играете, что он нравится в нем, может, какие-то я вещи забыла упомянуть. Ну, а чтобы не пропустить следующие видео, то обязательно подпишись на мой канал, поставь это ролик, лайк, если тебе понравилось и было полезно это видео. Также кидай этот видос своим друзьям, подругам, родителям покажу, если они до сих пор не хотят покупать этот инструмент. Ну, вот все на сегодня. Меня зовут Дарья, Игорь Негода.